Ну а теперь на сладенькое разберем звонок Навального, предполагаемый убийцей. Какие-то части, не относящиеся к делу, я вырезал. Но все фрагменты идут в четкой последовательности. И самый важный вопрос мы, конечно, тоже заденем. Трусы. Один абзац. Просто краткое понимание от членов команды. Что у нас пошло не так? Почему в Томске был с Навальным полный провал? Ваше мнение напишите, скажите мне, пожалуйста. Я запишу, а позже уже в рапорте укажете. В Томске был провал. Нет, в Томске. Нет, имеется в виду в Томске. В Томске? Да. А что в Томске было? Константин Борисович. Да, да, да. Вы слышали, что я вам сказал? Я по поручению Патрушева звоню. Нет, я понимаю, что прекрасно. Я просто пытаюсь в голове вспомнить, а в Томске пришло. Ну, вы в Омск 25-го числа зачем ездили? В Омск или в Томск? Необычное начало, как для отравителя. Человеку звонит высокий начальник, а тот не может сообразить, что же пошло не так. И вообще, про какой город идет речь. Логичный вопрос, согласитесь. Я должен как бы просто объяснить буду сейчас Патрушева. Если вы говорите, что вы хорошо оцениваете и Александрова, и Осипова, почему ничего не получилось? Ну, это вот я вопрос себе задавал уже не один раз, кстати. Вот оно начинается. Он не раз задавал себе этот вопрос. Запомним. Вроде как бы, ну, ситуация, то, что информацией я владею, а я владею не всей информацией. Понимаю. Вы сами понимаете, да, я владею информацией, которая у меня есть непосредственно, или которая до меня доводится. Ну, я оцениваю работу хорошую, по крайней мере. Ну, работа сделана как бы, ну, как вот вы делали, как бы, все прорабатывалось вопросом. Я так считаю. И не один раз. Понимаю. По той информации, что он владеет, все хорошо. А владеет он информацией по слежке и установлению контактов Навального. Я так предположу наперед. Почему провал-то? Что нужно сделать в будущем, чтобы ничего этого не было? Фух. Ну, в нашей работе, сами понимаете, вопросов и нюансов всегда очень много. И все учитывать, как бы, ну, стараемся всегда по-максимальному, чтобы не было никаких просчетов и так далее. Сами понимаете, да? Я понимаю, что самое главное. То есть здесь же... Наверняка прорабатывался досконально, я так считаю. Ну, это мое мнение. Наверняка прорабатывался. Как он считает. Ну? Ну, я тоже думал, как бы, что могло бы, ну, посадили там это, понимаете, да? Там полетел, посадили. Все, вот эта, как бы, ситуация сложилась. Так что, не в нашу пользу, я так считаю. Если бы чуть дольше, то, соответственно, чуть-чуть могло бы все пойти по-другому. Чуть дольше что? Правильно, понимаете? Константин Борисович. Если бы чуть, если бы чуть дольше летел? Ну, возможно, да. Если бы чуть дольше летел, например, они посадили его там резко как-то и так далее, да? Возможно, это все пошло не так. Одни из самых известных фраз отравителя, так называемого. Но к концу станет понятнее. Как было нанесено вещество? Ну, я говорю, это вышка оперативной связи. Я, сами понимаете, я работал уже потом. Да, я знаю. Ну, я в самой, как бы, это... По крайней мере, то, что, как бы, после мы смотрели, там, как бы, делали там свои мероприятия. Возможно, нахождение вещества было. Оцените уровень неуверенности в том, что он говорит. Подробнее про вещи. На них было что-то? Коробка, то есть, что-то там нашли на ней? Что с этим делали конкретно? Какую процедуру вы реализовали? Что делали с этим, чтобы я сообщил? Ну, обработку делали. Что тогда конкретно делали, объясните? Ну, зиму обрабатывали. Расслабили. Тут не имеется, не было следов, там ничего такого. Тоже ключевой момент. Обрабатывали, чтобы не было следов. Я не всю информацию не обладаю. Я даже не знаю, что там делали. Ну, я имею в виду, сами понимаете, да? Ну, я понимаю. Ну, я не знаю. У меня нет информации. Константин Борисович. Мне сказали, мне сказали, я приехал, сделал и уехал. Все остальное, вся остальная информация по поводу, кто там ездил, кто это делал, это не у меня так информация. Снова к теме о том, что он вообще знает о том, что происходило. Мы имеем в виду обстоятельства номер один. Это посадили самолет. Обстоятельства номер два. Это что? Ну, это то, что это, как бы, приехали там вот скорые там и так далее. Провели мероприятия вот эти вот первичные, которые они обычно... Ну, там помедники смотрят в состоянии. Вот они, ну, там музыковой, институт какой-то, ясно, да? Предположительно, предположительно, потому что, возможно, что вот это вот, да? Или хотя бы, ну, симптоматика же там опять похожа. Ну, да. Предположительно, потому что симптоматика ведь похожа, да? Может быть, он не уверен, что отравление было все-таки. Но симптоматика же похожа, да? Рассуждает он. Ну, то есть, вообще, как бы, планирование-то было, исходя из-за того, где это все случится? Если бы я бы знал, я бы сказал, я врать не хочу. Врать не надо. Ну, я говорю такое, что так есть. У меня ведь, в самом деле, эта информация, как должно было проходить, нету. Не было информации, мне не доводили. Угу. Вот. Я могу только вот предполагать, что, возможно, это должно было все там произойти. Я понимаю абсолютно. Для меня доводят информацию, которую я должен знать все. Больше мне ничего не говорят. Я, как бы, выдумывать-придумывать тоже, это плохо, когда я считаю. До него доводят информацию, которую он должен знать. Тоже снова к теме о том, что он вообще знает об этом деле. Вы это сами, как его личность, оцениваете? Аккуратно и очень, это, как, всего боится. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, он там ходит, видит, там, и так далее, да. Номера меняют, периодически, да, потому что это как-то расторожное, очень, как бы, в этом плане. Есть вероятность того, что он кого-то из членов группы видел в лицо, и узнает в лицо? Ой, это, наверное, вряд ли. Он всегда строго к этому подходит. Там, да, конспирация, это первое дело. Чтоб никто не снял, никто лишних там не видел, там, и так далее. Это исключается всегда. Это единственное, что этот человек знает хорошо. Как ведет себя Навальный, как объект наблюдения. И то, как наблюдение построено. На теле, вы считаете, ничего не могло остаться, правильно? Я считаю, что нет. Ну, я так думаю, да, крайней мере. Ну, естественно. К крайней мере, как бы, я не в курсе, как бы, что, что они делают. Ну, я не знаю, что именно. Ну, вы понимаете, да, про что я говорю? Понимаю. Я не знаю, что там было такое. И, как бы, по свойствам там и так далее, да, по проникновению тоже не знаю. Но я так думаю, что если делали что-то, наверное, вряд ли там что-то могло остаться. Я так думаю, что если делали, то вряд ли должно что-то остаться. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, какой предмет одежды, это на какой предмет одежды главный был акцент? На самый рискованный в теории предмет одежды какой? Трусы. Трусы. А в каком месте трусов, это внутренний шов, наружный шов, внутренний шов, прилегающий куда? Потому что у меня здесь по этому поводу блок вопрос. Ну, по внутренним работали. Ну, по крайней мере, там это обработка делала. Ну, гульфик, как называемый, там швы такие есть. Вот по швам сказали работать по трусам, именно по внутренней части. Тут возникает вопрос. Если задача стояла очистить одежду от следов яда, то почему они работали по отдельным элементам трусов? Если даже яд наносился на швы, то следы все равно могли и должны были быть везде. Почему не промыть одежду полностью? Я скажу свою версию позже. То же, сказали искать пятна. Они их не нашли. Тогда зачем их сказали искать? Если не были уверены, останутся ли пятна после нанесения яда или нет? Вот я, что думаю, произошло. Человеку, который не знает вообще ничего о том, что было отравление или нет, и чем он вообще занимался, звонит высокое начальство. Раз за разом начальство просит рассказать то, что ему сложно понять поначалу даже. Но как он сказал, он тоже об этом думал. Так же, как любой человек, смотря на развитие ситуации в новостях и в интернете. Для него не очевидно то, что он действительно участвовал в отравлении, но он об этом думал, что может быть действительно он принимал в этом участие. И он видел, что что-то наносили, какие-то растворы, и он не знает, что это было. А вопрос со внутренними швами, он решается по-другому. Я предположу, что на места соприкосновения с кожей, на одежду, наносили так называемые реагенты-проявители. Тут как раз сейчас открыта статья о том, как это работает. Наносят раствор, чтобы выявить нахождение различных веществ там. То есть моя догадка состоит в том, что у них задача была искать следы отравляющих веществ, а не замывать их, не отмывать их. Вся эта версия, она, конечно, не ответит на все вопросы. Но и версия Навального, она тоже вызывает много вопросов. И этот звонок тоже вызывает много вопросов противореческих. Тут как минимум есть о чем задуматься. Ну, в общем, свой план стрима я выполнил. К сожалению, не получилось на этом стриме увидеть большого количества людей. Спасибо тому, кто смотрел это. Буду заканчивать. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok